привет всем вы на канале позитивный огород сегодня мы с вами приготовим очень ароматные булочки с корицей и нотками апельсина они обязательно дополнит вашу чайную церемонию и получаются очень вкусными и мягкими давайте готовить сперва приготовим опару вливаем 2 стакана теплого молока 400 миллилитров добавляем пачку сухих дрожжей одну столовую ложку сахара все это хорошенько перемешиваем и добавляем муку до конститенции густой сметаны все хорошенько перемешиваем все хорошенько перемешали такая у нас получилась масса накрываем все пищевой пленкой и убираем в теплое место подальше от сквозняков на 30 минут берем 4 яйца белки отделяем от желтков и к тем и другим добавляем по щепотке соли и первое время взбиваем без дополнения сахара белки добавляем 4 столовых ложки сахара и взбиваем до устойчивых пиков белки взбиты теперь займемся желтками первое время их также взбиваем без дополнения сахара желтки добавляем две столовых ложки сахара и продолжаем взбивать взбиваем до их загустения. Растапливаем 150 граммов сливочного масла и охлаждаем его. За то время, пока мы готовили остальные ингредиенты, наша опара поднялась, и теперь сюда мы постепенно будем добавлять взбитые белки и желтки. Аккуратно все перемешиваем. Все перемешали и добавляем цедру апельсина. Можно заменить ее цедрой лимона. И также все хорошо перемешиваем. И вливаем охлажденное сливочное масло. И также все перемешиваем. И добавляем 3 столовых ложки растительного масла. Все хорошенько перемешиваем. И понемногу начинаем добавлять муку. Вымешиваем тесто до того, пока нам не станет тяжело мешать. А затем уже перекладываем его на стол. Посыпаем стол мукой и перекладываем наше тесто. И аккуратно перемешиваем наше тесто вручную в течение 5-10 минут. И после 5 минут вымешивания наше тесто, оно ведь принимает такую мягкую текстуру и уже практически не липнет к рукам. Главное не взбивать тесто мукой. Мука у всех разная, поэтому-то главное, чтобы оно не липло и было в то же время мягким. И для придания дополнительной эластичности добавляем прямо сейчас сюда 1 столовую ложку растительного масла. Добавили масло и еще раз вымешиваем. Все перемешали. Видите, какое оно еще более становится мягкое. Просто замечательное. В этом, наверное, главный секрет, что мы смешиваем и сливочное масло, и растительное. Тесто получается просто обалденно. Поэтому обязательно попробуйте именно так сделать. И теперь мы перекладываем тесто обратно в форму, посыпаем ее мукой и оставляем на час, для того, чтобы оно еще разочек подошло и отстоялось. Если время не терпит, то, конечно, можете сразу приступить к готовке, так как дрожжи у нас быстродействующие, и они были предварительно замешаны в опаре. Поэтому можете пропустить этот момент. Переложили наше тесто в форму обратно. Присыпали немножко мукой. И сверху накрываем либо так же пищевой пленкой, ну, удобнее всего, наверное, накрыть так полотенчиком. И так же ставим его в теплое место на один час, чтобы там, главное, не было никаких сквозняков. И ждем, пока тесто у нас подойдет. А для прослойки наших булочек будем использовать растопленное сливочное масло. Сейчас мы его растопим. Корицу. И сахар. Прошел ровно час. Наше тесто подошло. И сейчас мы его разделяем на две части. И раскатываем тесто толщиной 0,5 или чуть больше сантиметра. Раскатали наше тесто. И теперь берем сливочное масло. Можно использовать растительное, но со сливочным это будет гораздо вкуснее. Размазываем это сливочное масло. И теперь посыпаем все сверху сахаром. Проходимся по всему листу от этого теста. И сверху все хорошенько так присыпаем корицей. И теперь все сворачиваем в рулет. Стараемся слишком сильно не прижимать, чтобы нам легче было разрезать его. Такой вот рулет у нас получился. Немножко так его оплотнили с краев. И осталось только нарезать порционные кусочки. Нож обмакиваем в муке. И аккуратно нарезаем. Где-то около, наверное, 2 сантиметров. Так, ну вот нарезали. И теперь осталось только аккуратненько переложить наши заготовки на противень, смазанный маслом. Главное, конечно, иметь хорошо наточенный острый нож. Переложили все на противень. И теперь займемся оставшейся частью теста. Ну вот такие булочки у нас получились. И теперь мы их оставляем на 30-40 минут, чтобы они немного подошли. А потом уже поставим их в разогретую духовку. Прошло 40 минут. Наши булочки уже достаточно хорошо подошли. И ставим их в разогретую духовку на 100 градусов на первые 10 минут. А затем уже добавляем температуру до 170 или 180 градусов. Благодаря этому именно первая партия наших булочек гораздо лучше поднимется. Прошло 10 минут. Уже заметно, как наши булочки с корицей поднялись. И добавляем температуру до 170 или 180 градусов, в зависимости от того, как у вас печет духовка. Наши булочки готовы. Всего по времени не пекли. Все, где-то 30 минут. То есть 10 минут при 100 градусах. И оставшиеся 20 минут при 170 градусах. И сейчас, чтобы сделать их еще более вкусными, сверху мы промажем их сливочным маслом. Сверху. Каждую. Промазываем. Немножко так. И наши булочки просто будут еще более аппетитными. Но всем тем, кому видео было полезным, кому понравился рецепт, подписывайтесь на канал. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Приятного вам аппетита.